Всем привет! Блендер 2.90 и давайте сделаем риг вот этому скелету лошади. Первый вариант, повторюсь опять же по прошлым роликам, что можно нажать Add и найти арматуру. И вот здесь есть вот Animals и готовые уже именно скелеты кошки, потом лошади, волка. Здесь есть Human, именно человеческие вот эти вот риги. Basic Human. Их уже готовые, можно вставлять. Но будем делать свой. Если у вас нету вот этого всего, не беда, заходите в Edit, находите преференции, вводите сюда вот в аддоны на английском RIG и подключаете RIG, RIG и все появится. Так, ну погнали. Делаем Shift-A, добавляем арматуру, Single Bone, просто. Делаем S, уменьшаем ее вот таким вот образом. G переводим где-то вот в эту часть. И R перекручиваем. Следом, что нам понадобится? Нам понадобится видимость костей. ViaPort, Display, InFront. Вот, косточку теперь видно. И нужно рассчитать, сколько именно нужно здесь костей по позвонку. Заходим теперь в Edit Mode, чтобы можно было все это дело редактировать. И делаем косточки. Так, вот эту кость G можно немножко приподнять, выбрать всю. G повыше. Так, семерка на нампаде. Смотрим, чтобы ровно по позвонку она стала. Так, теперь тройка на нампаде. Нампад под правой рукой на клавиатуре. Так, и погнали ее вытягивать. Так, это значит G. E. Дальше E. Раз, два, три, четыре. Здесь у нас выходит пять костей. И пошли на шею. Раз, два, три, четыре. И большую косточку вытаскиваем вот сюда. Так, теперь вот эту косточку дублируем. Делаем Shift D. Щелчок. И можно с помощью MOV вниз ее так опустить. И R перекрутить. И клавиши S уменьшить. Так, вот сюда пока подгоняем. Потом будем смотреть. У меня челюсть пустотелая. Ну, я просто делал... По прошлому ролику вы видели, что я делал. Экстракт в блендер с головы лошади. А потом ее вот это вылепливал. Так, G приподнимаем. Потом может быть как-то две кости сюда подставим. Но это уже будем корректировать. Так, дальше что нам понадобится. Тройка на нампаде. Сделаем хвост. Хвост делаем в обратную сторону. Вытаскиваем косточку. E вот так вот раз. E. E. И маленькую еще вот так вот. Так, пардон. Теперь Ctrl Z, Ctrl Z. Давайте ее отвяжем сразу. Alt P. Clear Parent. И вот так вот повторим. E. E. И английская E. Так, позвоночник есть. Теперь нужны нам вот эти вот конечности. И также нужно еще укрепить вот эти кости. Именно чтобы при анимации они не деформировались. Вот это ребра. Просто они отдельные. Посмотрим как привяжутся. Словом, опять эксперимент. Я такого не делал. Вытаскиваем. Вот давайте таз сразу сделаем. Так, я вот так вот поставлю поближе. Так, скелет лошади можно отключить. Чтобы вам показать. Выбираем вот эту косточку. Вот эту. И нужно вытащить E. Кость. Вот сюда вот так. Давайте сначала вниз ее вытащим одну. Вот таким вот образом. Смотрим, что получилось. Вот эта кость G. Должна держать у нас таз. Вот этот. Чтобы не прогибался вот этот низ. Следом нам понадобится косточка. Так, теперь E. Которая будет держать вот эту часть. Вот таким вот образом. И вот эту косточку. Alt P. Так, пардоните. Alt P. Clear Parent. И вот эту косточку тоже. Alt P. Clear Parent. Отсоединяем. Вот эту косточку хвоста. Сразу давайте свяжем вот с этой. Через Shift. Левый клик. Ctrl P. Keep Offset. И вот эти все косточки. Две. Свяжем вот с этой косточкой. Ctrl P. Keep Offset. Чтобы потом не забыть. Так, здесь у нас вроде все нормально. Вытаскиваем вот отсюда теперь косточку. Так. Ctrl Z. Тройка на нам паде. Давайте вот от этой тогда вытащим. E. Вытаскиваем косточку. Отцепляем ее. Alt P. Clear Parent. И подводим ее G. Вот сюда. R. Перекручиваем. G. Подгоняем. Так, теперь. Единица на нам паде. И с помощью MOV. Или клавиши G. Можно все это дело вот сюда перевести. Так, чтобы она не ломалась. Не перекручивалась. Давайте ее так поставим поровне. Так, еще немножко ее заведем. Чтобы косточки вот эти. Именно ключицу она потом привязала к себе. Так, тройка на нам паде. Выбираем вот эту часть. И G. Корректируем ее. Так. А можно еще сделать вот так вот G. И G повыше ее поставить. Чтобы она чуть-чуть выходила. Да, вот так будет на получше. Теперь вытаскиваем E косточку. По идее должна вот от нее отходить кость. Может быть потом придется лапы переделать. Давайте тогда G делаем по скелету. А потом уже подкорректируемся. Что-то в таком духе. Смотрим, как тут все стало. Немножко корректируем. Ну и верхнюю часть тоже немножко по кости корректируем. Надо, чтобы вот опять же вот эти косточки, ребра потом не потянули на себя при привязке. Будет нехорошо. Так, что еще сделать? Это значит тройка на нам паде. Вот отсюда теперь вытаскиваем косточку. E. Выбираем ее, жмем Alt-P, Clear Parent. G уводим сюда. R. Перекручиваем G. Подставляем. И от нее теперь вот это все дело. Так, Ctrl-Z. Выбираем всю косточку. И чуть-чуть ее вот сюда. На кость вот эту выводим, чтобы по ней она стала. G чуть-чуть выравниваем, чтобы вот центр кости, вот здесь вот сгиб был. Так, теперь опять же тройка на нам паде. E. Вот сюда уводим. И делаем полностью вот так вот лапы. Вот так здесь без копыта можно сделать. Так, ну вроде все. Вот сюда вот еще немножко корректировки кости в бок. Ну и эту косточку чуть-чуть тоже отведем. Вот эту тоже можно подровнять. Тройка на нам паде. Где теперь нужно ставить кость управления, да? Возможно, вот отсюда ее надо тянуть. Сейчас посмотрим. Раз, два. Это типа бицуха. А этой мы уже сможем потом регулировать, управлять, гнуть. Правильно. Это как кисть будет выходить. Значит, вот отсюда E. Вытаскиваем кость. Выделяем Alt-P Clear Parent. Вот отсюда тоже выводим E кость. Побольше можно сделать. И Alt-P Clear Parent. Теперь их вяжем сразу, чтобы не забыть. Вот к этим костям. Выбираем вот эту кость. Потом вот эту и жмем Ctrl-P Keep Offset. И здесь точно так же. Ctrl-P Keep Offset. Так, эта штука есть. Теперь завяжем. Давайте вот эту кость полностью выберем. И завяжем ее вот на эту. Перед шеей, которая идет. Ctrl-P Keep Offset. Повязали. Челюсть повязана. Шея на месте. Так, теперь тройка на нампаде. Делаем грудную вот эту часть. И вот здесь добавляем две кости на ребра. Ну, в принципе, этого должно хватить. Ну, давайте в качестве эксперимента опять же. Так, вот отсюда теперь от шеи вытаскиваем тройка на нампаде косточку E. Это будет у нас грудь. Вот так. Отцепляем ее. Alt-P, Alt-P, Clear Parent, G немножко выводим. Ну, и немножко, наверное, подкрутим. Ну, именно, чтобы вот кости потом все эти захватила эта штука. Так, здесь же у нас еще вот она косточка грудная. Как она себя поведет, не знаю. Будем смотреть. Так, теперь тройка на нампаде. И вот эту косточку мы же отцепили ее. Давайте ее теперь продублируем. Shift-D, щелчок. Выводим ее вот сюда. И можно вот так вот. R, как-то, S. Вот здесь где-то ставим. И как бы на изгиб. Так, E, Ctrl-Z, S. Делаем ее чуть-чуть побольше. G подводим к ребрам. И R еще можно как бы вот, наверное, перекрутить. Так, не надо. Назад-то доставим и уводим вглубь. Ну вот, что-то такое должно получиться. Так. Чтобы опять же кости вот здесь вот друг друга тянуть не начали. Сейчас будем проверять. Тройка на нампаде. Shift-D. Ну и еще Shift-D. И вяжем вот эти косточки через Shift. Опять же вот к этой кости. Ctrl-P, Keep Offset. И вот эту косточку вот к этой. Ctrl-P, Keep Offset. Так, что не так. Опять же, вот эти части должны уже за этой костью тоже следовать. Хвост должен работать. Таз уже не должен распадаться. Грудь у нас прикрытая. Ребра у нас должны держать тоже. Голова должна вот эту косточку вот с этой свяжем. Ctrl-P, Keep Offset. Вот что-то в таком духе. Теперь лучше все это дело сохранить. Save As. Ну и давайте все это дело копировать. Единица на нампаде. Левая кнопка мыши. Все вот так вот выделяем. Проверяем то, что не выделилось. Нужно тоже выделить вот эту косточку. Так, опа. Ctrl-Z. Через Shift. А я через Ctrl выбрал. Так, все вот эти кости тоже просматриваем, чтобы все были выбраны. Чтобы косяка потом не было. Позвоночник. Вот эти центральные кости не копируем. Они потому что находятся по центру. Так, вот она еще косточка. Это что за кость? Вот так вот. Ее нам не надо. Единица на нампаде. И опять делаем копирование. Shift-D. Щелчок. Правый клик. Мыши Mirror. По X-Global. И уводим на эту сторону. Проверяем, чтобы все тут нормально прикрепилось. Село. Чтобы ничего не вылазило, куда не надо. Ну, вроде все нормально. Вроде как. А тут уже покажет реканимация. Так, тройка на нампаде. Ну, вроде все. Заходим теперь в Object Mode. И привязываем именно персонажа вот эти кости к костям. Ctrl-P. With Automatic Widget. Так, смотрим. Modifier. Так. Decimate. Чуть-чуть надо его поставить, чтобы кости легче были. Апли, вот это вот, в 90-е, вот здесь вот находится применение. Не паникуйте, если вы ее не найдете перед глазами. Или Ctrl-A. Так, что у нас тут с сеткой получается? Так, сетка довольно еще плотная. Давайте еще Decimate добавим. И поставим 0.1000. Enter. Так, чуть-чуть прибавим. Ну, и нажмем Апли. Применить. Так, смотрим, что за риг. Что с ним такое. Арматуру пока отключим. Ну, ничего, нормально выглядит. Теперь выбираем кости только и заходим в Post Mode. Так, настраиваем кости вот эти. Через Shift выбираем. Так, поближе поставлю. Вот эту косточку выбираем. Она будет управлять. И вот эту косточку. Теперь Ctrl-Shift-C. И жмем Inverse Kinematic. Ставим ей влияние на две кости. А то, может быть, и на три придется. Сейчас все будем проверять. Ну, и этим тоже так же. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. И этой тоже. Ctrl-Shift-C. Inverse Kinematic. И всем ставим по две кости влияние вот этой косточки. Две кости. И вот этой тоже. Так. Это и есть такое дело. Ну, в принципе, и все. Больше тут из ее не надо. Так. G. Ага. Рик не привязался. Ctrl-Z. Ничего. Повторим попытку. Теперь с настроенными костями. Ctrl-P. Увы, это автоматик виджет. Вот. Теперь он привязался. Заходим. Опять же, косточки выбираем. Жмем по смот. И смотрим, что у нас тут получилось. Ну, вот лапа работает. Давайте посмотрим, как он приседает. Кости не ломаются, ребра. Это хорошо. Так. Смотрим теперь хвост. Так. Вообще классно. Так. Хвост гнется. Можно хвост настроить на Copy Rotation. Как в прошлых роликах. Ну, я пока не буду этого делать. Здесь вот можно, опять же, поставить Copy Location. Так. Подписку костей Name включаем поближе. Это у меня 19-я будет смотреть на 20-ю. Ставим арматуру и ставим 20-я кость. Так. Теперь Inverse Kinematic. Вот эта 20-я кость будет повторять 27-ю. Ставим арматуру и ставим кость 27-я. Так. Ее перекрутило. Ставим теперь Local Space. И ставим Local Space. Смотрим, как она установлена. Ну, вроде все нормально. Ну, этим костям то же самое ставим. Сначала Copy Location. Арматура. 42-я теперь кость. Inverse Kinematic. Так. А Inverse Kinematic ставим. Какая тут у нас выходит косточка? Ах, тут 24-я, 25-я. Пардоньте. Вот этой косточке ставим 25-ю кость. Угу. А Inverse Kinematic. Теперь поставим. Копи. Трансформация. Арматура. Опять же. И ставим 28-ю кость. Ну, и опять же Local Space. То есть Local Space. Так. Проверяем. Как это дело все работает. Вот вы видите. Все мягенько. Все нормально. Все зашибись. Так. Теперь вот этой кости. Copy Location. Арматура. 36-я, 37-я идет. Значит на 37-ю. 37-я. Теперь Inverse Kinematic опять же. Добавляем. Copy Transformация. Копировать движение. И теперь ставим 44-ю кость. Ставим 44-ю. Ну, и опять же Local Space. Local Space. И вот эти вот влияния можно потом подгадать, чтобы сильно не перекручивала кость. Чуть-чуть уменьшить. Так. Ну, и эту закончим уже. Продолжение следует. Что еще можно здесь проверить? Так. Если мы голову R крутим, то видите, челюсть движется. Так. Тройка на нам паде. Почему? Потому что вот эта косточка у нас привязана к Keep Offset. Вот к этой. Это главное. А это ее правнук дитё. Или как там называют. Мать, отец, сын, зять. Ну, вот. Можем челюсть закрывать. Можем челюсть открывать. Все нормально. С двух сторон смотрим, как она там не тянет нигде. О, все нормально. Ctrl Z. Ну, в принципе, здесь как таковых настроек уже и не надо. Так. Проверим сейчас влияние Inverse Kinematic поставим на три кости. Попробуем. Смотрим, что получится. О, на три кости оно лучше. Ctrl Z. Выбираем. Ставим три кости. Так. На эту тоже, наверное, поставим три косточки. И вот на эту тоже три кости. И на эту три. Угу. Если мы... Так, подписки сейчас убираем. Теперь, если мы выбираем вот эту косточку G. Опа, 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 па. Ctrl Z. А почему такая штука? А потому что ноги я, походу, не привязал, да? Заходим. Не беда. В Edit Mode. Вот выбираем ноги и привязываем. Ctrl P. Keep all set. Забыл. Бывает. Так. Вот теперь выбираем тазовую кость G. Вот все у нас работает. Ну, собака получилась. Так. Ctrl Z. Я пока сохраню все это дело опять же. File. Save. Смотрим, как работает шея. Шея работает изумительно. Давайте поставим ей вот на эту косточку и вот на эту. Ctrl Shift C. Copy Rotation. Теперь выбираем вот эту косточку Rotation и ставим ей Local Space. Local Space. Вот так. R. Вот теперь будет нормально все работать. Так. Ну и на хвост. Вот на эту косточку. Запоминаем просто на какую косточку. На первую не надо. Вот на вторую. Ставим Ctrl Shift C. Copy Rotation. И опять же Local Space. Local Space. И пусть она одна будет. Если мы теперь будем так вот этой косточкой R двигать, будет весь хвост двигаться. А если вот эту подкорректируем, то вот хвост будет вот так изгибаться. Это тоже понятно. Ну, на позвонок, я думаю, не надо их ставить. Позвонок у нее даже при беге ровный. Гнуть его держать не надо. Так. Что еще? Можно еще поставить какие-то кости на слежение. Ну, пока я не вижу в этом смысла. Ну, вот такой простой RIG. В принципе, его достаточно. Можно еще добавить какие-то вот эти на косточке вот эти вот манипуляторы. Типа, ну, квадрат. Вид костей, короче, изменить. И тоже ролики есть на эту тему на канале. Для анимации мне вот так как-то сподручнее просто смотреть на кости и двигать. Вот теперь можно сделать анимацию. Допустим, раз там анимация бега. Вот так вот. Это кость, допустим, сюда. Это, допустим, вот так вот. И вот где-то порыв вперед вот так вот. Где-то вот назад. Ну, это уже в следующих роликах. Все, всем пока. До свидания. Вот такой простой RIG. Редактор субтитров А.Семкин